Привет, город! В студии с вами я, Анастасия Салимова и команда Сигмы. Давайте посмотрим новости пятницы. Мы начинаем. Культурный центр в Новом Уренгое готов на 40%. Строительство этого объекта приурочено к предстоящему 50-летию города. Здесь разместятся концертный зал на 1100 зрителей, музейный, библиотечный и детский центры, гостиница, кафе с отдельным входом с улицы. На территорию культурного центра установят скульптуру, посвященную первопроходцам-основателям и разработчикам уренгойского газоконденсатного месторождения. Основная часть сложной скатной крыши будет выполнена в форме снежной дюны. Строители уже ее монтируют. Также сейчас на объекте возводят внутренние стены и перегородки. Внешние стены, колонны, перекрытия и лестничные марши готовы. Ведутся работы по прокладке системы отопления, сетей воды и электроснабжения. В здании предусмотрено три эскалатора и 14 лифтов. Новый Уренгое отметят юбилей в следующем году. Из 36 запланированных новых социальных объектов 15 уже готовы. Урбанистическая живопись газовой столицы продолжает покорять сердца. Недавно один из наших муралов попал в губернаторский хит-парад. Теперь победил в еще одном конкурсе. Подробности в обзоре новостей города. Новый уренгойский мурал, посвященный Артуру Челенгарову, стал победителем фестиваля уличного искусства. Произведение Никиты Зрелого из Екатеринбурга победило в патриотической номинации «Родина». В номинации «Семья» выиграл мурал из Таркас-Але, пропагандирующей многодетность. В номинации «Сбереги Ямал» отмечено полотно «Горжусь берегу люблю» о самовыдности и биологическом разнообразии автономного округа. В городской больнице Нового уренгоя начали работу специалисты регионального спеццентра. Задача – повысить эффективность профилактики и ведение диспансерной группы ВИЧ-инфицированных. По данным Роспотребнадзора, в России более полутора миллионов человек имеют вирус иммунодефицита. Отметим, что в Новом уренгое на третьем этаже терапевтического корпуса работает консультативно-диагностический кабинет по вопросам ВИЧ. 22 участника трудовых отрядов главы города были отмечены благодарственными письмами и сувенирами в центре работы России. Все лето ребята боролись за чистоту и порядок в Новом уренгое. Для кого-то это первый опыт официальной оплачиваемой работы. Всего к преображению газовой столицы было привлечено 600 подростков. Театральная труппа «Артистика» стала обладателем Гран-при Всероссийского конкурса фестиваля «Я за Родину». Северяне представили на суд жюри постановку «Непокоренный Ленинград». Спектакль рассказал о стойкости и мужестве защитников Отечества в ходе блокады города. Свои спектакли труппы ставят в Карачаевском ДК «Магистраль». В Новом уренгое завершился окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». Проводился он впервые. Победителями стали Иван Гилев и Абдурашид Баматов, сотрудники новоуренгойского мупата. Третье место занял Дмитрий Мохов из Ноябрьска. В состязании участвовали водители из восьми муниципалитетов Ямала. Они соревновались в здании правил дорожного движения, показывали навыки скоростного маневрирования и фигурного вождения. При оценивании судейская комиссия учитывала не только скорость выполнения заданий, но и аккуратность соблюдения правил безопасности. Студенты и аспиранты из различных российских вузов выбирают Ямал для прохождения практики. Приоритетное направление – изучение вечной мерзлоты. Подробнее в обзоре новостей округа. Более 80 студентов и аспирантов из Москвы, Новосибирска, Тюмени и Санкт-Петербурга прошли научную практику на Ямале этим летом. Приоритетное направление – изучение свойств грунта, которое необходимо для строителей в условиях деградирующей вечной мерзлоты. За три года практику прошли 230 студентов, включая учащихся из Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Индонезии и Мексики. Салихард выбирает градоначальника. Окружная столица объявила конкурс на замещение должности главы города. Заявки от кандидатов принимаются до 9 октября. Действующим мэром является Алексей Титовский, который находится на своем посту с октября 2019 года. Ямал существенно опережает остальную Россию по темпам вакцинации населения против гриппа. В настоящее время прививки сделали 55 тысяч взрослых и 30 тысяч детей. Было привито 12 тысяч вахтовиков. В целом показатель составляет 18%, в то время как в России не дотягивает до 8%. В планах ямальских врачей привить 307 тысяч человек. Спасатели Янау получили новую технику. В распоряжение Ямалспаса поступило три автомобиля КАМАЗ. Два предназначены для эвакуации людей, доставки спасателей и оборудования к месту происшествия. Они будут базироваться в Красноселькупе и Тазовском. Еще один КАМАЗ впервые поступил для водолазной службы. Ранее такие же машины передали в поисково-спасательные отряды Салихарда и Таркасале. В этом году для подразделения Ямалспаса округ приобрел более 20 единиц спецтехники. Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении четверых ямальских строителей, погибших в Волновахе 5 июля. Орденом мужества награжден Хизир Кадеев. Медалями за храбрость второй степени Рустамбек Хасаев, Юнус Цугуров и Бодруди Шидеев. Сотрудники компании Горстрой погибли в результате обстрела Волновахи ракетами Хаймарс. Подростки все чаще становятся жертвами вербовщиков. Из-за юного возраста дети легче поддаются уговорам пойти на преступление. Злоумышленники предлагают им за деньги совершить поджог или другое опасное деяние. Есть такие случаи и на Ямале. В ноябрьске 11 сентября двое парней 13 и 14 лет проникли на территорию аэропорта, облили ими 8 горючей жидкостью и подожгли. Сами получили сильные ожоги. Возбуждено уголовное дело. Задание на поджог школьникам прислали неизвестные в Телеграм. За это им сулили 5 миллионов рублей. Ранее эти же хулиганы подожгли сотовую вышку. Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЕНАО опубликовал предупреждающий ролик. Посмотрите и вы. Поговорите со своими детьми. Субтитры создавал DimaTorzok Держать! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ученик Кстати, об ипотеке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все самое необходимое для подопечных Субтитры создавал DimaTorzok Муж не инвалид. Субтитры создавал DimaTorzok И вот только недавно, в сентябре, у нас еще одна пара образовалась из числа инвалидов. Радовать подопечных здесь стараются ко всем праздникам. С этим им обычно и помогают партнеры. Юлия Гаврилова участница соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам и триатлону. А еще она волонтер. Привычку заботиться о нуждающихся девушке привели родители. Сейчас, например, на постоянной основе она помогает Центру социального обслуживания населения в Тюменской области. Привлекла к этому и коллег из Распана. Ко мне обращаются за помощью. Вот Юля, нужна помощь, кажется. Вот, говорит, нам деньги, говорит, не нужны. Но если есть возможность, мы можем взять бэушные вещи. Вот я вот, вот такая-такая заявка поступила. Говорит, девчонки, давайте поможем. И вот мы собираем где-то своих детишек, где-то свои вещи. И они каждой вещи всему рады. Там шахматы, шашки. Вот в последнее время они очень захотели рукоделием. Там бабушки, вот я отправила большую посылку, там 150 килограмм пряжи. И они сейчас все миром вяжут носочки и отправляют на СВО ребятам. О помощи и добрых делах нужно говорить, уверены волонтеры. Ведь только личным примером можно привлечь благотворительность других людей. Мария Яновская, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. А сейчас наш информационный блок продолжит программу «Патруль». Илья Ветров подготовил сфотку происшествий по городу и округу. У меня все новости к этому часу. Хороших вам выходных. Проведите их в кругу самых любимых. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин